5 октября 2024 года прошло освящение поминального креста Ингрии на знаменитой горе крестов в Литве. 5 октября Среди финноязычных жителей Ингрии сложилась традиция отмечать 5 октября как праздник всего региона. А в конце 20 века активисты движения «Свободная Ингрия» возродили эту традицию. Множество людей каждый год собирались в этот день на берегах Невы, чтобы отпраздновать день своего родного края под флагами Ингрии. Господь подарил нам замечательную погоду. И он нам подарил тот момент, который полон символизма и особенных красок. Сегодня 5 октября 2024 года. И можно сказать, 5 октября этот такой эпический день Ингрии. Природа одевается в этот день в желтые цвета, как и наш флаг. Мы собрались здесь, на горе крестов в Литве, по очень важному и знаменательному событию. Сегодня мы освящаем поминальный крест учеников Ингрии. Будем просить об этом Божьей помощи и Его благословления. Гора крестов в Литве знаменита как место памяти. Еще в средние века появилась традиция размещать здесь знаки в честь героев или важных событий. В частности, здесь установлены сотни крестов в памяти литовцев, принимавших участие в борьбе за свободу своей Родины во время восстаний против Российской империи. Крест Ингрии призван увековечить память жителей региона, ставших жертвами советских репрессий. Как известно, до 1930-х годов на территории современной Ингрии проживали около полумиллиона финноязычных граждан. Большая часть из них была вынуждена эвакуироваться после советского вторжения на Карельский перешеек или пала в боях, защищая свои земли. Еще около 150 тысяч человек были высланы в Сибирь в ходе сталинских депортаций финнов-ингерманландцев. Впоследствии им всем было запрещено возвращаться в родные края. В память об этих людях и возникла идея разместить особый знак на горе крестов. Пускай сегодня память о мучениках Ингрии будет благословена Господом здесь, на Литовской земле. Потому что эту память сейчас в полной мере не удается выразить на родной земле. Но однажды Господь позволит это сделать, если мы это... Поминальный крест также будет символом солидарности со всеми, кто и в настоящее время в Ингрии страдает от гонений за стремление к свободе и миру. Инициаторами установки креста Ингрии выступили пастор Евангелической лютеранской церкви Владимир Батухтин, который в настоящее время служит в Нарве, в Эстонии, и активист движения «Свободная Ингрия» Павел Ивлев. Они организовали сбор средств на изготовление и установку поминального креста. 5 октября пастор Владимир провел церемонию его освящения, на которую прибыли активисты движения «Свободная Ингрия» и их литовские друзья. Торжественной церемонией благоприятствовала и погода. Поминальный крест Ингрии осветили и согрели лучи яркого осеннего солнца, торжественное церковное песнопение и молитвы. Ты благодатной силой и защитой, здесь на земле Творец наш единишь. Тебе пришли душою мы открытой, и нас всей жизни верно ты храни. Красочные геральдические цвета флагов Ингрии привлекали дружелюбные взгляды множества паломников горы Крестов. Ингрия будет свободной! Субтитры создавал DimaTorzok